Ну что ж, друзья мои, еще раз добрый день. Мы продолжаем бизнес-канал на Финам.ФМ. Меня по-прежнему зовут Олег Дмитриев. И сейчас время бизнес-класса. Вторая часть нашего ежедневного эфира посвящена бизнесменам, а точнее разговору с бизнесменами о том, как строится бизнес, как красиво живется бизнес. Хотелось бы, что так всегда было. Хотелось бы, да. Ну, в общем, об этом мы как минимум можем помечтать. Всегда, каждый день, в это самое время. Я с удовольствием представляю сегодняшнего гостя в студии бизнес-класса Борис Борисов, генеральный директор компании Капштрафик.ком.Россия. Добрый день, Борис. Добрый день, Олег. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Значит, тема нашей сегодняшнего эфира звучит следующим образом. Мы будем обсуждать системы контроля дорожного движения в России и в мире. Платные дороги в какой-то степени тоже будут предметом нашего сегодняшнего обсуждения. Мне кажется, тема достаточно интересная, уважаемые слушатели. И напомню я вам, у вас есть возможность присоединиться к нашему эфиру. Телефон студии 651099.6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Мы на них с удовольствием ответим. Ну что ж, давайте начнем. Вопрос первый. Итак, компания Капштрафик.ком.Россия. Ни одно слово, кроме России. Мне незнакомо, практически непонятно. Борис, расскажите. Да, да, так действительно бывает, несмотря на то, что компании уже более 120 лет. Строго говоря, да. В прошлом году компания Капштрафик исполнилась 120. Компания Капштрафик, конечно же, чуть моложе. Нам исполнилось в этом году 5. Но, тем не менее, мы есть. И так в целом, как компания, довольно давно. Здорово. 120 лет, это серьезный вопрос. Может быть, я несколько слов скажу, чем компания занималась на заре, и как она дожила до сегодняшнего такого состояния. Компания Капш, как ни странно, занималась когда-то телевидением. С этого началось. Не только телевизоры, но и передающие устройства. То есть телевидение в широком смысле этого слова. Со временем компания перешла к производству телефонов. От офисных телефонов, да, в эпоху цифровизации стало уже. И тогда, наверное, можно было правильно сказать, не мобильные, а носимые. Помните, были такие. Да, да, помню. Вот один из таких вот стоит. Начало 90-х годов, вот этот ящик. В музее можно найти продукцию Капша. И так далее, и так далее. Я пропущу много стадий, но на сегодняшний день бизнес состоит из трех основных сегментов. Это так называемый carrier.com, это решение связи для железнодорожного транспорта. Второй бизнес, второе направление, это решение, так называемый бизнес.com, Капш бизнес.com. Это решение, ну, соответственно, для бизнеса. Телефония, интернет, все это вместе, интеграция и так далее. И, наконец, самое большое подразделение, которое я имею честь здесь представлять, это Капш Трафик.com. Это решение, связанное с системой сбора платы, с контролем доступа в какие-то городские решения, парковки, безопасности и так далее, и так далее. На сегодняшний день это подразделение отвечает, наверное, более чем за 50-55% бизнеса, оборота всей компании. Вот, на мой взгляд, достаточно солидная цифра. Безусловно, безусловно, больше половины. Кстати, то, что компания 5 лет, да, в России находится и, простите, да, в России ведет свой бизнес, так будет корректнее сказать, уже 5 лет, связано это с предметом, собственно, который мы сегодня обсуждаем. Потому что платная дорога для России это все-таки еще экзотика некая. Вещь новая, но сам бизнес, природа самого бизнеса, это проектный бизнес. А проектный бизнес, он не то, что привез, продал, он годами этот проект разрабатывается, согласовывается, выигрывается или проигрываются тендеры. Потом, дай бог, начинается реализация, которая опять идет год-два. Дай бог вы сказать, что не каждый раз тендер заканчивается заказом. Знаете, не каждый раз тендеры происходят, несмотря на заранее объявленный. Так что бывает по-разному. Это специфика российской действительности? Полагаю, нет. То есть это нормально, это где угодно может произойти? Да, наверное, да. Полагаю, что я читаю массу сводок со всего мира, вижу, что это происходит практически везде. Будь то Польша, будь то Австрия, будь то Германия. То есть не надо сразу, да, как один известный лидературный персонаж, не надо бить себя ушами по щекам сразу и стенать по поводу того, боже мой, мы в России живем, как все у нас тут плохо. Нет, у нас тут все неплохо, и надо сказать, что невзирая на присущие нам недостатки, так сказать, многие вещи мы сами на себя наговариваем, они во всем мире такие. Это обусловлено скорее природой государства, природой людей и многими другими факторами, которые не являются чем-то уникальными. В чем государство, не конкретного государства? Не нашего государства, вообще государства. Бюрократия, процедуры, где-то регуляторные, скажем, законы, которые хотелось бы, чтобы они были на месте, их пока еще нет. А там есть парламент и так далее, поэтому по-всякому бывает. Я понял. Ну и замечательная тема, что несмотря на сложности, объективные сложности, о которых сейчас Борис говорил, все равно бизнесмен, он, так сказать, стоит перед определенной задачей. Развивать бизнес. Развивать бизнес, мне надо выживать в любых условиях, и я делаю это. Абсолютно так. И здесь не самые худшие условия, возвращаясь к той же самой теме. Здесь вполне можно делать бизнес, и нужно его делать. Оптимизм внушает, если говорить о системах сбора платы, или так называемых толлинговых системах, оптимизм внушает, собственно, позиции государства. У меня лично нет никаких сомнений, что движение будет именно в этом направлении, будет становиться все больше и больше платных дорог. Не вдаваясь в оценку этого явления, положительную, отрицательную, я хотел бы сейчас этого избежать. Давайте не будем. Нет, я готов, но в рамках моего нынешнего тезиса, я просто хочу сказать, что как фактом для меня является то, что это будет. А стало для такой компании, как Капш, которая, по сути, является лидером в этом направлении, место однозначно есть, и мы с оптимизмом смотрим на свое место в России тоже. Это здорово. Кстати, я абсолютно с вами согласен, да, компания Капш лидер в этом направлении, уж как минимум в России, это, да, у нее свое достаточно серьезное место, да, на поляне, что называется. Я уточню, я хотел бы так, хотел бы я так сто процентов уверенности утверждать, но нам еще предстоит его занять. Нам предстоит за него побороться, но... А есть, вот вопрос сюда, собственно, есть с кем бороться? Есть, есть, скажем так, компании-интеграторы, мы сталкиваемся с тем, что зачастую они полагают, что они могут сделать то же самое. Но у нас есть, так называемые... Наивно полагают. Зачастую, да. Мы это видим по технологиям, применяемым, и по результатам, которые дают эти технологии. Я бы сказал, что да, наивно полагают. Когда-нибудь, это тоже годы, да, это состояние, ну, наверное, их нынешняя, так сказать, нормально по бизнесу, агрессивная позиция, и они иногда начинают реализовывать проекты, потом обнаруживают, что не все идет гладко. Но это процесс роста, и когда-нибудь они будут на тот уровень. Да, но сейчас у Капши просто достаточно серьезный референтный лист, который позволяет нам сказать, что мы точно можем сделать этот проект, вот, в соответствии с теми критериями, теми задачами, теми параметрами, которыми он должен быть реализован. Такое они могут сказать, сказать могут всякие, сделать реально немного. Да, совершенно нет. То есть, то есть, то есть, где-нибудь конкуренции, вы, как бы, себя чувствуете достаточно уверенно? Я бы сказал, уверенно и где-то даже нагло. Но опять в хорошем смысле слова, да, конечно. В хорошем, да. Я когда говорю о агрессии у конкурентов, да, это я тоже позитивно. Исключительно в хорошем смысле слова. Бизнес, ничего личного. Ничего личного, абсолютно, да. Итак, Борис, осталось у нас пару минуточек. Давайте начнем, а потом продолжим уже после новостей. Значит, более детально, да, я попрошу вас рассказать, в чем, так сказать, каким образом выглядят эти технологии, да, которые производит компания Капш. И с точки зрения платных дорог, и с точки зрения систем контроля за дорожное движение внутри года, ну и так далее, и тому подобное. Хорошо. Я, наверное, тогда сосредоточусь, наверное, не в технологиях, не вообще компании Капш, а в нейроны того бизнеса, который я представляю, Капш Трафик Кон. Ну, конечно. Я инфицировал, наверное, аналогичную систему спустя буквально 3 или 4 года в Чехии, в 2010 году была запущена система в Польше, и вот буквально недавно, месяц назад была запущена система в Белоруссии, тоже nationwide, национальная система. И это тот путь, по которому, несомненно, пойдет и Россия. То есть будет создаваться система, не локальная. А Капш идет с запада на восток, в этом есть логика какая-то? Скорее, бизнес в Восточной Европе, возможности, потребности государства в источниках финансирования на содержание зачастую дороги, на поддержание ее в работоспособном состоянии, который бы соответствовал критериями, он критерием, да, он, вот, видимо, диктует это движение сюда. Но Капш присутствует не только здесь. Капш, во-первых, ну, через... купил компанию в Штатах, Капш сегодня присутствует в Америке, у Капш есть бизнес в Южной Африке и так далее, и так далее. Это здорово, мы сейчас прервемся, да, у нас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в гостях Борис Борисов, генеральный директор компании Капш Трафик Ком Россия, обсуждаем мы тему платных дорог и систем контроля дорожного движения в России и в мире, ну, в большей степени в России, конечно, нам это как-то ближе и роднее, да, и, конечно, больше интересно. Уважаемый слушатель, я вам напомню, вы можете присоединиться к нашей беседе. Телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Ну что ж, Борис, продолжим. Итак, очень интересно, мы говорим о технологиях сбора заработной платы. Технологии сбора заработной платы. Дорожной платы, да. Дорожной платы. Да, я упомянул некий такой референтный лист проектов, реализованных Капш во всем мире и хотел бы упомянуть о тех технологиях, которые на сегодняшний день существуют и на чем Капш специализируется. Технология сбора дорожной платы, она, скажем, бывает реализуема так, как она реализуется сегодня у нас. То есть машина подъезжает к некому шлагбауму, в окошечко передается некая сумма или карточкой оплачивается как-то, дальше шлагбаум поднимается и водитель едет дальше. Эта технология чревата тем, что возникают довольно серьезные пробки, в том числе на одной из дорог, М4, где она опробована была в прошлом году, там были серьезные проблемы, которые расширять... М4 это у нас... Москва, Дон. А, Траса, Дон, да. Траса, Дон, ага. Есть вторая технология, которая на сегодняшний день получила применение в Европе, в частности в Австрии, в Чехии, реализована именно она. Это технология безостановочного, свободного движения, ни по какой полосе, то есть просто машина проезжает по трассе под определенной рамкой. На рамкой установлена система контроля, система распознавания номера и так далее, и так далее. На борту находится бортовое... в машине находится бортовое устройство, на котором есть начисленная некая сумма денег, и все происходит без участия водителя. И это, собственно, будущее. Оно по этому сценарию... То есть автоматически я приезжаю под этой рамкой, да, деньги списываются с этого... На эту тему никогда же не задумываетесь, просто сумма списывается... Задумываюсь, потому что мне надо устройство это приобрести. Один раз задумывались, дальше вы еще задумываетесь, когда на нем деньги кончаются. Да, да, то есть периодически приходится... А иначе вам придется задумываться каждый раз перед шлагбауном. Я вот когда... А, кстати, вот я, да, сейчас представил, что я забыл совсем задумываться вовремя, чтобы пополнить деньги, приезжаю, и что происходит? Да, со мной как-то случилось такое... Шлагбаун падает мне на капот, потому что у меня нет денег. Со мной как-то случилось такое в Нью-Йорке. Они не брали, скажем так, карточку, им надо было только наличные, а у меня их с собой не случилось. Для этого существует такая отходящая дорога, и ты начинаешь путь сначала, там, ища долго полкомат, в воспитательных целях поблизости его не оказывается, и так далее, и так далее. Так, видимо, как-то реализовываться будет и здесь, то есть куда-то в стороночку отъезжаешь и решаешь там этот вопрос. Мы же говорили о безостановочном движении, то есть там, тем не менее, шлагбаум какой-то... Нет, безостановочное движение никакого шлагбаума не имеет. Это я сейчас сценарий с шлагбаумом, так сказать, пояснил. А как здесь быть, если я... Если денег нет, то потом приходит штраф, который надо заплатить, а также заплатить за проезд, и опять до свободы с чистой совестью. Таким образом это происходит. Ну, то есть возможности мне не проехать, да, не оплачивая у меня есть. Они есть, да. За одним числом потом... Да, просто они несколько дороже, чем проехать. Просто проехать, да. Вот эта технология, она еще, так сказать, подлежит осмыслению. Пока у нас, скажем, частные инвесторы тех дорог, которые мне известны, они ее даже не рассматривают. Но это связано с отсутствием определенной регуляторной базы. И с отсутствием той же базы для того, чтобы заставить людей платить. Тут есть определенные трудности. Это уже законодательство, да? Законодательство, да. Это именно речь идет о плоскости законодательной. И тут требуется определенная позиция государства в этом направлении. Опять-таки, нисколько не сомневаюсь, что это произойдет. И тогда ситуация тоже поменяется. Потому что, опять-таки, за подобными решениями. Борис, вы... Извините, я перебью вас. Вы мне очень импонируете. Вы человек оптимист. Это сразу видно. Вы оптимист. Спасибо. Вы, да, и рассказываете все это увлекательно. А сейчас вы добавите «но». Нет, я не добавлю даже «но». Вы настолько оптимист, говоря о том, что необходимо законодательство в этой сфере, да, каким-то образом. Неуходимы какие-то регуляторные вещи, да. Мы же в России живем. Это все может затянуться на века. Ну, слово говорите. Вот те 20 лет, которые назад, в таком состоянии мы бы обсуждали. Какую-нибудь иную проблему. Так. Тоже казалось бы, что это невозможно. Но прошли 15-20 лет. Если посмотреть назад, сколько всего изменилось. Согласен. Но это 15-20 лет. Вы готовы сейчас ждать 15-20 лет? Нет, конечно. Но это и произойдет быстрее. Потому что уже, как бы, ситуация поменялась. И главное, что теперь этого хотят все. Государство этого хочет. Ну, есть люди, которые не хотят платных дорог. Опять-таки, не вдаваясь в оценку, хорошо, что-то или плохо. Но у них есть альтернатива, я так понимаю. Да, альтернатива всегда есть. Это государственная политика. Это обусловлено законом, который существует в отношении данного предмета. Есть просто простые правила, так сказать, существования на планете Земля целого человечества. Если какой-то ресурс в дефиците, то плата за него, это один из способов регулировать к нему доступ. И вообще, за все остальное мы платим. И уже, как бы, не сильно на эту тему напрягаемся. Вот очевидно, что если мы идем в кино, то должны купить билет. Пока что в отношении дорог общественное мнение несколько иное. Я просто задумался, это тонкий такой момент. Смотрите, ваша фраза, что если на планете Земля доступ к каким-то ресурсам ограничен, значит, вступает в силу, соответственно, оплата этого ресурса или каким-то образом... Она вступает в любом случае. Да-да, нет бесплатных ресурсов. Я согласен. Но каким-то образом она регулируется. Она становится дороже, естественно, потому что... Ну и так далее. А сейчас наши слушатели думают и говорят, ничего себе, у нас проблема с дорогами, она вечная. И что она будет решаться вот так, мы теперь будем плату брать за дороги. Да, я знаком с этим тезисом. Расшифруйте тогда, объясните. Смотрите, тут, наверное, такой... Правильная постановка вопроса имеет право на существование. Но если мы хотим платить... За что платит пользователь платной дороги? Он платит за комфорт, за, возможно, большую скорость, чем разрешена на обычной дороге. Ну, вернее, когда меньше. При том, что безопасность его, как минимум, на том же самом уровне, а чаще всего выше. За счет разметки, за счет знаков, за счет отсутствия пересечения на том же уровне. И масса других критериев, которым должна соответствовать дорога класса 1А. Это все стоит денег. И либо... Да, и самое главное, и может быть... Ну, не самое главное, но очень важным фактором является следующим. Дорога построенная, это как хороший автомобиль. И тот факт, что нам удалось его купить, еще не значит, что теперь все будет шоколадно, его не надо содержать. В нее постоянно надо вкладывать деньги. Зачастую этих денег хватает... Вспоминая о дорогах, я уже говорил про Москву, конечно, но вот в провинции я бываю периодически. Ну, подвеска, машина есть хорошая, это еще несчастливая жизнь. Да, это так, это так. Я вот тут на двух колесах, на Ленинградке. Серьезно? Ну, чуть-чуть не убрался, вот просто, да. А это Ленинградка все же. Это Ленинградка, да. Ну, ладно, вернемся. Вернемся. Итак, мне хотелось бы услышать все-таки ваше мнение по поводу альтернативы. То есть, естественно, я, наверное, с удовольствием воспользовался услугами платной дороги. Но тот, кто не хочет по какой-то, или, может быть, не может, по какой-то причине, не должно быть альтернативы. Он не должен ездить по колдобинам. Он не должен ездить по колдобинам ни при каком раскладе. Просто речь идет о трассе, которая, видимо, пойдет где-то через город, будут светофоры, будут пересечения на том же уровне. Но это должно быть нормальной дорогой. Опять-таки, на мой взгляд, тенденции к этому есть, и уже есть позитивные примеры того, что это так есть. И, видимо, надеюсь искренне, что так и будет. Я здесь с удивлением, должен признать, третьего дня прочитал письмо руководителя, как у нас движение называется, убитой дороги. Такое тоже есть движение? Не поверьте. Просто там очень многих дверей, синие ведерки есть движение. Я даже не знаю, братья-близнецы они или нет, но есть и такое. Я о нем обычно читаю в той связи, что люди что-то критикуют справедливо и вызывают справедливое возмущение у читающих. Я прошу прощения, сейчас очень многие движения, они как бы движение ради движения. То есть просто человек кайфует от того, чтобы покритиковать. Я даже оценивать их в данном случае не берусь. Тем более меня удивило письмо, которое я прочитал несколько дней назад, адресованное, если я не ошибаюсь, руководству Автодора, где они описывают как бы свое приятное удивление от впечатления, которое на них оказал проезд по дороге М4. Это руководитель этого движения пишет. Я думаю, что может быть это даже первое письмо за все это время. Так вот, надо просто отметить, что трасса М4 на сегодняшний день еще, скажем так, до конца и по всей длине не доделана. И насколько мне известно, еще не все дороги, по которым ее можно объехать, приведены в должное, так сказать, состояние. Тем не менее, эта цель есть, она отслеживается. И тот, кто не захочет платить деньги, будет иметь возможность нормально добра... Ну как нормально, это будет дольше, это будет в пробках. Ну это естественно. Но это бесколдобин. Я правильно понимаю, что когда некто затевает платную дорогу, ему, его обязывают, да, помимо платной, еще и привезти дублер вот этот бесплатный? Да, в данном случае, по крайней мере, насколько мне известно, из документов, которые я видел, дело обстоит именно так. То есть этим занимается Автодор, и задача стоит приведение всех тех дорог. Зачастую это та же самая М4, просто старое, как бы, русло, да, а здесь они справились. По-моему, Коширка или Варшавка, есть новая Коширка, есть старая Коширка, и вот там примерно то же самое, мне кажется. Видимо, я меньше знаю, я немножко больше посвящен в дела М4, так исторически сложилось. Ну да, это очевидно. И, Борис, на ваш взгляд, все-таки для России, да, ну хотя понятно, что в каком направлении вы движетесь, для России что будет, ну я не знаю, сейчас, что приживется в конечном итоге, какая из технологий, я имею в виду, вот это вот безшлагбаумная, так ее можно назвать, да, безостановочная, или все-таки придется однажды там задуматься о том, что нет, эти ребята, они чешут, не платят, а потом и квитки, и квитанции не приходят, не оплачивают. Давайте лучше мы им шагом наставим. Я думаю, мы сейчас развиваемся, наверное, вот с последнего упомянутого вашего сценария, ровно по той причине, что вот как раз с внедрением систем контроля и так с реализацией того, чтобы люди платили, пока есть проблемы. Именно этим вызвано то, что реализуются именно эти платные дороги, эта технология. Я как-то не так давно задавался вопросом, несколько месяцев назад, а вот дороже ли одна технология другой, и насколько? То есть вот это вот передовая в сравнении с реализацией вот этой, к своему удивлению выяснилось, что практически нет. Опять лично мое мнение, наверное, есть более продвинутые эксперты по этому вопросу. Я думаю, что мы довольно быстро придем к технологии, которая будет гибридной, так сказать, и тех, и тех. Дело в том, что без, так сказать, остановочной технологии обязательно подразумевает наличие OBU, наличие бортового устройства на машине. Но, предположим, я посещаю такую дорогу, я вот куда-то приехал в этот регион, проехал по ней два раза, и больше мне его не нужно. Зачем мне тогда это? Зачем мне тогда? Я тогда, видимо, должен иметь такую возможность подъехать к какому-то шлагбауму, оплатить эти самые два раза, и все, и успокоиться. Так я допускаю. Такая система существует, допустим, в Италии, если я не ошибаюсь, где-то недалеко от Милана. Думаю, что мы пойдем по этому пути. Но в более далекой перспективе, я полагаю, что на борту любой машины будет просто бортовое устройство, которое будет снимать эти вопросы. Наверное, оно будет какое-то универсальное. А может быть, да, это уже и производитель автомобиля может туда об этом замалить? Да, это вопрос дальнейшего развития этой технологии. И сейчас у нас опять новость. Я единственное представил, как действительно универсально совместить два этих подхода. Сначала едешь без остановки, не заплатил, дальше шлагбаум закрывается. Пока не заплачешь, не проедешь. Ну, шлагбаум вряд ли. Итак, друзья мои, продолжим наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня мы обсуждаем тему системы контроля дорожного движения, системы платных дорог. В общем, много интересного мы сегодня обсуждаем. Надо признать. У меня в гостях Борис Борисов, генеральный директор компании Капш Трафик Ком Россия. Телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Вернемся к нашему разговору. Борис, итак, собственно, закончили мы на неком универсальном устройстве. Да, это дело будущего. Мы оговорились, что на сегодняшний день бортовое устройство, оно обеспечивает возможность снятия денег с пользователя платной дороги. Оно носит исключительно вот эту функцию, способную выполнять ничего другого. Но это достаточно важная функция, без этого все остальное крайне сложно. Конечно. Хорошо, давайте продолжим, более широко посмотрим на все, практически на важные вещи, которые занимаются компанией Капш. Соответственно, о каких еще технологиях мы можем поговорить сегодня? О системах контроля, о системах оплаты. Мы практически не затронули контроля системы доступа или системы безопасности для городской среды. То есть Капш, допустим, как один из примеров, поставляет системы контроля, как бы это по-русски сказать, red light enforcement, системы контроля за соблюдением правил при горячем красном свете на светофоре. Уж извините, что так долго, что-то я вот настолько вот привык по-английски, да, вот эту вещь излагать сжато. Одно смысл простой, что на перекрестке, есть у нас весьма оживленные перекрестки, и известно, что, опять-таки, в условиях дефицита, так сказать, дороги, водители начинают вести себя излишне агрессивно. Выезжают на перекресток, не пропускают, там, сказать, и вот очень такие часто вещи можно видеть на Брестской улице в городе Москве, к примеру. Для того, чтобы таких вещей не происходило, есть определенные технологии, и водители отслеживаются, вот встал ли он точно на линии, не перестраивается ли он из одного ряда в другой, соблюдает ли он все эти правила, и самое главное не только заставить водителя соблюдать, но и внедрить алгоритм, который позволит машинам двигаться быстрее, быстрее и безопасностью. Вот такие технологии, может быть, я их слишком просто описал, но они требуют достаточно... Наверняка они гораздо сложнее выглядят, но то, что вы просто описали, это как раз хорошо. Есть масса вещей достаточно простых, к примеру, какая-нибудь парковка, одно дело, вы приезжаете к ней трехэтажно, и вы должны для того, чтобы узнать, есть ли там место или нет, просто туда заехать и посмотреть, есть или нет. По кругу поехать, да, и может быть даже не один раз. А другая технология, так сказать, более интеллектуально продвинутая, она заключается в том, что вы подъезжаете и видите некое табло, на котором написано, есть ли там места, нет мест и так далее. Это вроде бы просто, но если подумать о том, что в городской среде зачастую вся эта информация должна быть передана в центр обработки данных, для того, чтобы вы могли дистанционно узнать, к примеру, да, и так далее, и так далее. То есть я только двигаюсь еще в этом направлении, да, мне надо припарковаться, посмотреть, я могу узнать, где есть места, сколько ехать. И, в общем, в целом, для того, чтобы оптимизировать и управлять движением, и нужны интеллектуальные транспортные системы. А КАПШ специализируется именно в этой области. Я уже не помню точно научное определение интеллектуальной транспортной системы, но смысл таков, что она использует прогрессивные технологии, самые современные на сегодняшний день, для того, чтобы моделировать транспортные потоки, оптимизировать эти транспортные потоки и переводить на качественный новый уровень взаимодействие между участниками этого транспортного потока и системами, которые это обеспечивают. Вот, так сказать, краткое определение, и это то, что делает КАПШ практически во всех областях, направлениях, связанных с транспортом в городской среде. От систем безопасности, от распознавания номеров до обнаружения посторонних предметов, допустим, упала какая-то коробка с фуры в тоннеле, где это очень опасно, аварийных ситуаций в тоннеле. То есть есть масса направлений, которые имеют свою специализацию, и, как правило, КАПШ имеет опыт предоставления решений практически в любой из этих областей. Соответственно, референтным листом. Это здорово. Это здорово. Очень интересно, Борис. Но, тем не менее, вот мне хотелось бы, что называется, руками все потрогать. Ну, вот последний ваш пример, да, не дай бог, действительно. Тоннель, еще и скоростной тоннель, едет фура, дверь открылась, там что-то упало на дорогу. Что-то упало, да, случается. Да, да, да. Дорогу, все, возникла аварийная ситуация. Соответственно, что происходит дальше? Я так понимаю, там стоят везде камеры. Совершенно верно. Эта информация куда-то попадает. Передается в центр управления движением в тоннеле. Выезжает машина, которая устраняет... Машина это кто? Это ГИБДД? Нет, это не... Тут, скажем так, возможность сценария. Этот алгоритм, он уже прорабатывается опять от законодательства до законодательства. Ну, вот в России как это выглядит? Или нельзя сказать в целом о России, можно говорить об отдельных городах? Ну, наверное, проще говорить об отдельных городах. Давайте о Москве, да. В Москве у нас пока еще в тоннеле ничего не реализовано. В камере стоят, но капшерской технологии там нет. Я право не знаю, что в данном случае, каков алгоритм реализации, там сказать, устранения вот этого объекта. Видимо, он какой-то есть. Я подозреваю, что направляется специальная машина, той же самой службы, наверное, которая... Дорожный. Дорожный служб. Да, дорожный следит, но я в данном случае догадываюсь, и, наверное, лучше мне в эту область не вдаваться. Ну, ничего предполагаю. Да, но в целом есть технология, которая позволяет реализовать любой алгоритм, а вот как его построить, это уже определяется местным законодательством, зачастую базой. Опять же, у нас, допустим, штрафы собирает одна организация, а в Чехии вот это было отдано на откуп почему-то таможенным службам, казалось бы. Ну, законодательство, оно и определяет зачастую алгоритм решения, то ли задачи. Штрафы за нарушение правил дорожного движения в Чехии собирают таможенники. За превышение, да, за превышение, они обеспечивают, скажем так, есть система мобильного контроля за тем, чтобы грузовики платили штраф. Вот эта система мобильного контроля... Ну, исключительно грузовики. Грузовики, я только о них говорю. Эти системы мобильного контроля в Чехии укомплектованы сотрудниками таможенной службы. Просто меня это в свое время удивило, поэтому я и... Это забавно. Произвело впечатление. А у нас все-таки в основном это работники ГИБДД, да? Ну, полагаю, что да, вот в проекте, о котором мы могли бы тоже поговорить, 12-тонник называемый, я полагаю, что это будет реализовано с помощью ГАИ. То есть у вас есть уже, об этом проекте мы сейчас говорим, начинаем говорить, и я просто хотел бы уточнить, у вас есть уже там некие наметки, да? Как это все будет реализовываться? Да, мы достаточно давно интересуемся этим проектом, рассчитываем на то, что у нас будет место в его реализации, в том или ином качестве. Вот, и проект достаточно давно обсуждаем, он опубликован на сайте, условия тендера опубликованы на сайте Росавтодора, точнее проект тендерной документации. Это не совсем то же самое, видимо, будут какие-то изменения более или менее значимые. Вот, мы ждем его анонсирования в какое-то время, надеюсь, тоже в ближайшее, но это уже длится с декабря месяца, поэтому... Ну, не будем вспоминать это, да, то, о чем вы уже говорили. Опять же, для этого, видимо, есть какие-то веские причины, о которых мы не всегда все знаем, но коль скоро это происходит, можно предположить, что причина довольно серьезная. Ну, бухнем и с причинами, давайте о проекте поговорим и о чем речь. Проект заключается в том, чтобы построить и ввести в эксплуатацию систему сбора платы с грузовиков грузоподъемностью свыше 12 тонн в качестве возмещения ущерба дороги, которую эти грузовики наносят, особенно когда они груженные, особенно когда значительно сверх 12 тонн, что не редкость в наших краях. Надо сказать, что, я читал такую статистику, более 55% ущерба дороги наносят именно подобные транспортные средства, ну, по понятным причинам, связанным с физикой. И государство приняло решение, что на дорогах федерального значения, каковых у нас более 50 тысяч километров, надо ввести такую систему. И я так подозреваю, что деньги будут направлены на то, чтобы дорогу чинить. Создать такую систему в России достаточно непростая задача. Она, собственно, везде непростая, но за счет географического нашего такого размаха это весьма сложно. А коли скоро это еще усугубляется тем фактом, что не везде есть система связи, накрывающая тот или иной участок дороги, то это становится совсем достаточно таким серьезным техническим вызовом. Мы готовы это делать. Мы, как компания, имеем уже бортовые устройства, которые основаны на использовании системы GLONASS, нашей отечественной. Опять же, регулятор поставил это одним из условий, на мой взгляд, совершенно справедливо. Логично, да. Да. И, собственно, вот компания CAPSHA, Traffic.com полностью готова к участию в этом тендере. И я надеюсь, что мы в нем будем участвовать, как только он скоро будет объявлен. Кстати, вот то, о чем вы упомянули, да, система GLONASS, которая в данном проекте, да, будет уже по определению участвовать, она еще в каких-то других, так сказать, точках применяется, в других технологиях применяется? Да, конечно. У нас есть технологии, которые полностью соответствуют, это уже не капшевская технология, полностью соответствует, это называется ERA GLONASS. Ее разрабатывала наша есть такая организация, NIS GLONASS. Эта технология полностью соответствует и совместима с европейской, с аналогичной системой в Европе, основана практически на тех же стандартах, использует при этом наш GLONASS. И это тоже некое будущее. Я уже не хотел бы вдаваться в подробности этой системы, но она рассчитана на оказание помощи на дороге в аварийных ситуациях. Вот. Наша система также основана на GLONASS, но ровно в силу следующих обстоятельств. Опять, как я упомянул, географическая, так сказать, протяженность нашей страны. И просто можно задаться простым вопросом, можно ли здесь обойтись без спутника для того, чтобы реализовать такую систему на 50 с лишним тысячах километров. На мой взгляд, короткий ответ, скорее всего, нет, по крайней мере, в разумные сроки, если не говорить о каком-то прожектировании, вроде того, что давайте вдоль всей дороги поставим базовые GSM станции и так далее. Столбы, поставим столбы. Это будет долго, дорого и так далее. А спутник, он уже есть, он уже висит, и, в общем-то, желательно его использовать. Это отличный ресурс, надо им пользоваться. Но, и, собственно, тогда второй вопрос возникает, если мы не можем обойтись без технологий GNSS, а в GNSS это общее имя, туда относится GLONASS, туда относится GPS американский, туда относится европейская система. Вот, следующий вопрос, а какую систему мы будем использовать? Ну, это вопрос тоже риторический в России, это должен быть GLONASS, никаких сомнений, иначе быть не должно. Вот, и, опять, технически непростая задача. Могу сказать, что у нас есть решение, и оно уже физически, его можно пощупать, у нас есть бортовое устройство, которое основано на системе GLONASS, и мы готовы. Ну, то есть, я думаю, что, да, если опять возвращаться к идее тендера, да, дай бог, что он в ближайшее время реализовался. Да, дай бог, много раз могу повторить, давно этим живем. То, я думаю, у Капша есть, да, достаточно веские основания. Полагаю, что да. Как я сказал, в той или иной форме мы предполагаем в нем участвовать, и надеемся на место в этом проекте. Рассчитываем. Вообще, реализация этого проекта, ну, понятно, что эта вещь достаточно затратная, и долгоиграющая наверняка, ну, примерно, да, сколько времени вот этот может реализоваться? Ой, регулятор на сегодняшний день ставит очень жесткие сроки. Даже так. При том, что свои сроки, сроки объявления тендера, они несколько вот просто как-то переносятся. Ну, это его сроки. Конечные сроки, да. А ваши сроки, это ваши сроки. Не очень-то пока. Но я полагаю, что, надеюсь, так будет правильно, и все эти сроки станут более реализуемыми. Но в целом, это где-то в год-полтора должно быть построено, такая система. Это очень-очень технически. Очень жестко, да. Там ведь есть не только технические вещи, там есть и финансирование, финансовое закрытие. Масса вещей, которые должны произойти, прежде чем люди выйдут в поле и начнут что-то делать. А полтора года, условно говоря, это уже, как говорится, система будет запущена. Подключ, да. И система будет запущена, и начнет генерировать деньги для того, чтобы государство могло компенсировать ущерб от грузовиков свыше 12 тонн. Я понял. Спасибо, Борис. Еще одна пауза. Мы сейчас вновь послушаем новости на Финам.ФМ. Как всегда, сделаем это с огромным удовольствием. А потом, естественно, продолжим наш эфир. Ну что ж, друзья мои, последняя часть эфира. Это бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях Борис Борисов, генеральный директор компании КАПШ Трафик Ком Россия. Ну и говорим мы о системах контроля дорожного движения, о системах сбора дорожной платы, о платных дорогах. Много о чем говорим. И давайте, собственно, продолжим. Единственное, что я сейчас напомню. Телефон студии 6510-996, код Москвы 495 и сайт компании финам.ФМ. Борис, чуть отмотать, если назад, наш разговор. Я вот представил опять ситуацию загруженный перекресток. Кто-то выезжает за разделительную линию, кто-то пытается на красный проскочить. Слева, справа. Боже мой. Причем забавно, да, что в конечном итоге это не получается, но ты уже выехал на перекресток и создал затор, естественно, да, тем, кто пошел, значит, ровно так, да. А слева, справа. Вот бывает сплошь и рядом. Мы очень все, наверное, кто слушает, все знакомы с подобной ситуацией. Совершенно верно. Так вот, понятно, что, да, ваши технологии, ваши системы позволят это обнаружить опять. А как реализовать? Нет, не только обнаружить. Ну, наверное, это интересно реализовать и на одном перекрестке, но задача-то как раз стоит в том, чтобы сделать систему из таких перекрестков так, чтобы была возможность реализовать алгоритм с минимальными пробками, если уж их совсем нельзя избежать. Чтобы машины трогались и стартовали тогда, когда это всему потоку, который можно не видеть, где он заканчивается, удобно для того, чтобы как можно скорее расчистить эти площади. Опять же, такие алгоритмы есть, такие технологии есть, и мы их предлагаем, работаем над тем, чтобы они были реализованы. Предлагаем их в данном случае не только мы одни, есть еще ряд компаний, которые также продвигают свои решения. Время покажет. Это все проектный бизнес, он реально занимает очень много времени, прежде чем что-то случится или будет известно, что этого не произойдет в данном конкретном случае. А алгоритм этим управляет искусственный интеллект или все-таки там человек стоит и смотрит? Нет, 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 это все, конечно, рассчитано на искусственном интеллекте, как вы сказали. Должен быть какой-то центр обработки данных, в котором подобные решения принимаются автоматически. В этом суть этого алгоритма, собственно, так, чтобы вмешательство человека здесь было минимальным. Кстати, вмешательство человека, если вы представите опять, да, что все-таки кто-то стоит и посматривает. Вот человеческий фактор в данной ситуации, он имеет отрицательное значение, да, человек будет все портить? Ну, как гуманист, я так сказать не могу. Наверное, это от случая к случаю. Я всегда вспоминаю, смотрите, ну опять стандартная дорожная ситуация, вот час назад здесь было свободно, а сейчас здесь пробка. А что случилось? А дело в том, что сломался светофор и пришел инспектор ГИБДД. А, ну тогда все ясно. Ну, ответ здесь не может быть да или нет, это ситуативная вещь. Хороший алгоритм как раз, система правильно построенная, с хорошим алгоритмом, рассчитанная на ту загрузку, в том числе и пиковая, которая есть, она должна разбираться с этим автоматически. Но если сломался светофор и упала система, то человек... Вариантов нет уже, да? Он может быть не самый оптимальный, но это лучше, чем никакой. Безусловно. Вот на той же уже упомянутой Брестской лучше, чтобы там был человек с палкой, но его там нет. И тогда вот весь алгоритм упирается в самосознание всех участвующих в этом процессе. Иногда оно не на высоте. Кстати, вот периодически ловлю себя на мысли, забавно, да, в 21 веке мы обсуждаем какие-то вообще вещи космические, запредельные, да, искусственный интеллект, все работает, а потом, ну, до смешного, выключился, кончилось электричество, да, и хаос постиг, потому что ничего никто не знает. Технологии поменялись, а человека-то, в общем-то, нет. За какие-то пару тысяч лет он так остался, как и был. То есть искусственный интеллект растет, да, а натуральный остался на месте. Да, была какая-то фраза, что количество ума на планете одинаково постоянно, а население растет. Наверное, про интеллект можно было так сказать. Тем более, что еще искусственный на себя утягивает. Вот именно, общий вес, да, общий вес. Так, ну и, Борис, учитывая, скоро нам уже закругляться, к сожалению, да, учитывая, что последняя часть программы, давайте помечтаем, ну, даже не помечтаем, а поговорим сначала о перспективах неких, о ваших непосредственно, да, компании. Капш, перспективы с точки зрения развития технологий, о которых мы сегодня говорим. Ну, и, может быть, уж поскольку об интеллекте искусственном мы заговорили, может быть, и помечтаем, как вот там лет через 10, через 20. Может, вообще и светофоров-то не будет, не говоря уже о гаишниках. Ой, хотелось бы, да. Да, ну, гаишниках, пусть будет, но светофор-то, да. Сделали некие стратегические ошибки, и теперь мы о них мало слышим. Мне когда-то довелось работать в компании Моторола, глубоко уважаемая, по сей день, но что-то мы о ней сегодня не слышим. Опять можем вспомнить, кстати, первые мобильные телефоны, вот эта раскладушка у меня была. Я говорю, да, и вот что-то мы о ней теперь не слышим. Были сделаны некие стратегические, на мой взгляд, ошибки. Если капш таких вещей не допустит, а я надеюсь искренне, что этого не произойдет, то капш будет себя чувствовать очень и очень комфортно. Говоря о России в силу того, что объективно, субъективно, как угодно, экономически, бизнес, в котором капш готов участвовать, будет развиваться. То есть капш со своими интеллектуальными системами, правильными технологиями, правильными процессами вполне вписывается в потребности страны. И поэтому я весьма оптимистичный, как вы сказали, я оптимист, но, наверное, такой не совсем уж прям вот неубиваемый. У меня есть объективные основания для этого. Я смотрю на это дело весьма оптимистично. Если помечтать, как оно должно быть, ну, что тут можно сказать? Вот город Москва. Москва, деревенька маленькая. Вот вся Австрия, если я не ошибаюсь, на сегодняшний день 8 миллионов. У нас где-то так в полтора раза больше жителей. Чуть побольше. Да. Понятно, что дефицит дорог, даже при том, что сейчас делаются, на мой взгляд, весьма достойные усилия, вылетные трассы сделать, будет скат. Даже элементарно асфальт уже совсем другой. Совсем другой. Да, уже есть прогресс. А 20 лет назад тяжело было в это поверить, да. Так вот, просто хочу сказать, что технология капша и здесь, это уже не о толлинге идет речь, не о сборе платы, также будут востребованы и капши, и других компаний. Тут масса иных компаний работает в этом. Объективно просто в силу того, что есть ресурс, который в дефиците, и с ним надо как-то уже распоряжаться вот по-другому, чем это происходит сегодня. Об этом говорит масса экспертов, это даже не мое какое-то озарение. Я в данном случае с большим удовольствием читаю такого, скажем, специалиста, как есть господин Блинкин в области, так сказать, трафика, оценки трафика, прогнозирования трафика, планирования. Да, на мой взгляд, очень справедливая позиция, этот ограниченный ресурс, с ним надо распоряжаться иначе, чем это происходит сегодня. На мой взгляд, это опять-таки некая неизбежность, она сопряжена с определенными ограничениями для пользователей, наверное, в том числе и с финансовыми издержками, но я искренне надеюсь, что через 10 лет добираться на работу из-под Зеленограда вот до этой улицы займет у меня не два часа, как сегодня, в один конец. Будем надеяться, конечно. Хотя, с другой стороны, Борис, смотрите, вы так в начале вашего рассказа сравнили Австрию с Москвой, и действительно, картина такая нерадужная, я бы сказал, рисуется, да, потому что Москва это суперперенаселенный мегаполис. Я просто к чему веду, что, может быть, в принципе, эта проблема нерешаема. Не думаю, не думаю. Это вопрос правильного планирования, правильных технологий, капиталовложений весьма серьезных, но эта проблема решаема. Я полагаю, что она решаема. Опять-таки, при определенных ограничениях. Ну, вот я сейчас, да, я сейчас тоже хотел поговорить об ограничениях и, наверное, согласиться. Если их нет, то тогда никаких ресурсов не хватит. Совершенно верно. И с вами согласиться. Вот смотри, что сейчас делается в центре. Опять можем вспомнить, там, даже не надо 10-20 лет вспоминать, пару лет назад, да, невозможно было ни припарковаться, ни проехать все время, пробки, пробки. Вот, я так понимаю, посмотрели, да, с вашей точки зрения, надо ограничивать определенные вещи. Противно, но надо. Да, противно, но надо. Что, сейчас не припаркуешься, ну, как минимум на Тверской. Все, там свободная дорога, там... Полегче стало ездить. Полегче, да. Значит, платные парковки организовали, пожалуйста, проезжай. Маму не говорю, я сработаю до дома за 15 минут. Когда это было? Чтобы я сработал до дома и обратно за 15 минут. Балуют вас. Балуют. Страшное дело. Ну, дай бог, чтобы в этом направлении мы и работали. Замечательно. Ну, а еще две минутки. Если все-таки поговорить вот об этом пресловутом искусственном интеллекте, об этих технологиях, ну, и, так сказать, напоследок уже помечтать. Как вы думаете, лет через 10, через 20, да, как все это выглядит? Так, я все-таки хотел бы говорить, что искусственный интеллект это совсем не совсем наша специальность. Я понял, я понял. Интеллектуальная транспортная система, это не совсем прям то же самое, да? Но выглядит через 20 лет, оно должно, на мой взгляд, в следующем образом, что любой человек, который хотел бы поехать по городу. В любой день, причем в любое время. В любой день, со скоростью, скажем, разрешенной в городе, где-то 60, ну, пусть даже где-то 40, вот просто вот проехал тот километраж, который вот, соответственно, при этой скорости он должен был бы проехать. Иначе получается, что... Не постоял нигде полтора часа, да, не потолкался. Да, ну, с учетом всего этого, это должно быть так. Вопрос, как он поехал, общественным транспортом, на машине ли, ну, он должен, как-то это должно соответствовать, расстояние должно соответствовать времени в каком-то таком вот плюс-минус чуть-чуть. А не как это происходит сегодня, когда 40 километров за 2 часа, это неправильно, так не должно быть. Это неправильно, но я хотел бы даже, когда 40 километров за 2 часа, это нормально. Ну, в кавычках, конечно, но мы к этому так привыкли, что для нас это нормально. К этому привыкаешь. Я приезжаю, да, там, к друзьям в Подмосковье и рассказываю, ты как добираешься до работы? Вот так. Они 15 минут, они ходят пешком 15 минут. А я полтора часа в прокси, ну, вы там идиоты сидите. Ну, да, вот. У нас жизнь такая, ничего не сделаешь. Нет, все равно, сделать надо, и это воля власти, это деньги, и это правильный технический решение. Ну, и главное, что это реально. Это реально, на мой взгляд, реально. Спасибо, Борис. Капш отвечает за технические решения. Замечательно. Спасибо вам. Уважаемые слушатели, Борис Борисов, генеральный директор компании Капш Трафик Ком России, был сегодня в бизнес-классе. Спасибо, Борис, спасибо, уважаемые слушатели, за внимание. Всего хорошего, до завтра.